Путевка на Олимпиаду в Рио-де-Жанейро Владимиру Никитину далась непросто. Бесконечная череда тренировок и турниров. Борьба не только с соперниками, но и с собой, чтобы не сойти с пути от усталости. На протяжении полугода каждые 10 дней новые бои решающий прошел в Киеве. Политика, безусловно, добавила мрачных ноток в ход встречи. Психологически на ринге староскольцу пришлось непросто. Мы боксировали в Киеве. Когда почти весь зал кричал непристойные слова. Я не хочу даже озвучивать это. Не только в адрес России, а в адрес бокса вообще. Очень некультурно вела публика себя. Мне понравилось единственное, что когда Никитину подняли руку победить, когда он выиграл, публика начала укать, протест свой, гулом таким. Никитин поклонился влево, вправо, назад. То есть всей публике. Секундная тишина и все заплодировали. Понимаете, это для меня был шок. Потому что вежливость все-таки победила. Это грубость и невежество. Сегодня Владимир Никитин спортсмен номер один в мировом боксе. Но он не упивается результатом, а продолжает работать над собой. Сейчас Владимир на очередных спортивных сборах за пределами Оскола. Набирает физическую форму и его напарник по команде и друг Дмитрий Полянский. Пока он на втором месте в восьмерке лучших боксеров мира в другой версии. Сейчас я набираю физическую форму, а перед боем буду набирать специальную форму тактическую. На данный момент это сейчас больше подготовка физическая. То есть это большие кроссы, плавание и железо. Ежедневные пробежки, силовые упражнения, оттачивание техники. Перспективы завоевать лицензию на участие в Олимпиаде и у Дмитрия Высоким. Бой намечен на конец мая. Четыре человека выбрались с той предыдущей сессии, о которой я говорил. Четыре человека. Это вот на первом месте там Узбек, Таджибаев, Хуршит. На втором месте Дмитрий Полянский. На третьем Робсон Канчасао, бразилец, о котором я говорил. И на четвертом Дэвид Джонс, ирландец, которого Полянский выиграл. Вот сейчас встречаются первый с четвертым номером и второй с третьим. Это спор за путевку. Соперник у Полянского серьезный. Бразилец Робсон Канчасао – титулованный боксер. Но и у серебряного призера панамериканских игр и чемпионата мира есть свои слабые места, отметил тренер Полянского Михаил Магомедов. Вот на этих минусах мы и будем играть. Он бьет одиночными ударами, затянуто бьет. При том, как, когда он бьет, у него открывается голова. То есть защиты нет. Обычно школа бокса подразумевает. При нанесении удара обязательно защиту. А у него этого нет. Ну, чуть-чуть бразильцы упустили. А у Полянского еще с детства. Он очень бьющий боксер, как многие знают. С правшами он обходился так. Выдернет, бьет навстречу и падает. То есть он очень много, скажем, из своих 250 проведенных боев, он около 80, и он выиграл в виде накалу. Российские спортсмены сегодня занимают ведущие позиции в элите мирового бокса. Стабильность этому положению добавляет и тот факт, что из 10 билетов на Олимпиаду 2016 года среди боксеров мира, 6 уже у россиян. У Полянского есть все шансы стать седьмым.